Вместо 30 минут полтора часа пути. Сегодня для студентки Антонины Лышовой снегопад причина пропуска занятий. Рассказывают, что к 8 утра не успела доехать с Малахова до центра. Сегодня же ехала почти два часа. Я опоздала на все пары, выслушивала негодующих преподавателей. Это было кошмарно, ужасно. И очень надеюсь, что сейчас я доеду побыстрее, хотя бы за час. Я вообще с казенной заимки еду, поэтому я практически час забиралась. А вот сейчас не знаю, как уехать. Все было вообще в снегу, сантиметров 30, наверное, шла, брела. А сейчас? Ну, сейчас вроде бы получше. Как сообщили в мэрии, чистить город начали еще вчера. В 10 часов вечера на пост заступило более 100 единиц техники. Правда, уборку снега отложили на утро. Основной упор был сделан на обработку проезжей части реагентом, для того, чтобы предотвратить слепание снега и накатывание на проезжей части и ее прометание. Вывоз снега был организован ближе к утру. Он составил нас, вывезли мы за эту ночь чуть более 2000 кубических метров снега. Чистят? Успевают? Ну, где-то чистят. В начале Ленинского я ездила, но вот здесь, как сами видите, не очень. Узнать, где находится техника, можно онлайн на сайте Барнаула. Так, например, в 4 часа дня на уборку выехало 65 машин. Чистили, например, проспект Ленина, улицу Загородную и Попова. Синоптики обещают, завтра ветер утихнет и выйдет солнце. Но уже в понедельник в Алтайский край придет оттепель, а значит, снегопад вернется. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.